Записываешь классное музло, но все еще не популярен? А может ты все еще допускаешь самые распространенные ошибки начинающих музыкантов? Давай узнаем! Сегодня я хочу рассказать вам о часто встречающихся ошибках начинающих, а на самом деле и опытных исполнителей, о которых каждый певец ртом, возможно, догадывается, но вряд ли осознает эти ошибки и их влияние на свое творчество полностью. Смотрите это видео до конца и узнаете, как быстро увеличить свои шансы на успех в музыке. Сразу к делу! Первая ошибка многих начинающих музыкантов – плохой микрофон. Даже это видео выглядело бы в несколько раз хуже, если бы здесь был плохой звук. Так а что может быть хуже ужасного звука в деле, где звук является основополагающим? Дешевые микрофоны с Алиэкспресса, которые собрали бедные китайские детишки, или того хуже – палочки и гарнитуры? Серьезно? Ты должен бороться за покупку подходящего для себя достойного микрофона, как женщина с годовалым недотрахом, жаждущая о покупке вибратора, который она увидела внезапно в секс-шопе. Слесарь не работает игрушечным молоточком только потому, что он похож на молоток. Слесарь покупает нормальный молоток, который будет служить ему верой и правдой всю свою молотковую эту... Жизнь. Вот и ты не должен пользоваться хрен пойми чем. Даже если это хрен пойми что визуально похоже на профессиональный микрофон. Не доедай, собирай бутылки, смотри туторы, но выбери хороший микрофон и копи на него. Не знаешь, что выбрать? А для кого я снял вот этот видеоролик о топ-четырех лучших микрофонах для домашней студии? Жми меня на стоп и иди смотри, а я пока подожду. Заодно, пока будешь копить на микрофон, придумай ему имя. Назови его, например, Георгий и запомни, что Гоша с этого дня твой лучший друг. Ведь ты – музыкант. Студия для музыканта – родной дом. А сердце студии – ее микрофон. Гоша. Вторая ошибка начинающих музыкантов – плохое сведение. Говорили это до меня и после меня скажут. Не бывает хорошего сведения за пять минут. Поиск волшебной кнопки приводит к тому, что звучание твоего трека не найдет слушателя никогда. Поскольку свидос наскоряк почти всегда гарантирует твоим слушателям хронический бадхёрд. Поэтому что? Учиться, учиться и еще раз учиться. Ну и побольше практики, конечно. Да в разных жанрах, позах и с разными вокалами. Ну а если у тебя на все это нет времени, а хороший звук нужно получить прямо здесь и сейчас, пиши мне в группу во Вконтакте по ссылке в описании и я сведу твой трек. Те, кто приходят ко мне за сведением однажды, больше не хотят уходить. Убедись сам. Но помни, что многое зависит от твоего материала. Поэтому всегда выкладывайся у микрофона на все 100%. Третья ошибка начинающих музыкантов – недоработанный текст. Не относись к тому, что любишь делать так, как будто тебя заставляют это делать. Напиши текст, перепиши его, а когда перепишешь, отредактируй и перепиши еще раз пять. Ну или сто, если потребуется. Я тоже так делал когда-то в свои молодые годы. После того, как текст начнет выглядеть идеально, садись и учи его до тех пор, пока он не будет от зубов отлетать. В моменты, когда будешь заучивать, почти наверняка поймешь, что опять нужно что-то выкидывать, а что-то добавлять, чтобы получилась нужная длина строки, чтобы звучало как надо. Настоящий цирк творится на студиях, когда в них приходят исполнители, которые плохо заучили текст и даже еще толком не умеют исполнять его. Да что там, они даже в минус не попадают, поскольку плохо знают его структуру. Звукари сейчас такие «даебеть», лысый из Бразерс дела говорит. Как итог, я таких исполнителей часто отправляю домой, чтобы они как следует заучили текст и не тратили свои деньги и наше общее время. Потому что из трека мы всегда должны выжать максимум. А бывают и другие звукорежиссеры, которые видят, что у новичка что-то не получается и намеренно растягивают процесс, чтобы он подольше задержался на студии и, соответственно, отдал побольше денег. Ведь на студиях чаще всего работа идет по счетчику. Но ладно, не будем о мракобесах, просто помни, что такие орангутанги есть. Хорошо, если ты ходишь на студию, где есть добрый звукорежиссер, который может помочь тебе понять, в чем твои ошибки. Но вот если ты всегда записывался только дома или у своего кента, то ты можешь так и не понять, насколько важен хорошо заученный текст. И, конечно, до идеального состояния его отшлифованное наполнение. Если твой трек звучит не очень, постарайся выучить его наизусть и походить с ним несколько недель в голове, периодически прокручивая и проговаривая каждую строчку. После этого ты встанешь около микрофона, и твой трек зазвучит совсем иначе. Ну, хотя бы потому, что ты уже не будешь отвлекаться на чтение с листа или телефона. Твой мозг будет фокусироваться на подаче, которая за пару недель уже будет отлично им проработана. Четвертая ошибка – подражание кому-либо. К херам мысли о том, чтобы создать себе кумира. Истинный талант сосредоточен только на себе, кто бы что ни говорил. Если ты хочешь быть похожим на кого-то, значит, ты осознаешь, что в тебе нет того, что зацепит других людей. И все, что тебе остается, это натягивать чужой образ, стиль и поведение. Копируйте на здоровье, это нормально. Только не заигрывайся и вовремя сделай шаг навстречу своему собственному стилю. Мы же не примеряем вещи, которые к лицу кому-то, но не нам самим. Хотя среди людей, без сомнений, и такое встречается. Собственно, поэтому многие и допускают эту ошибку. Пятая ошибка начинающих музыкантов – выпуск музыки без стратегии. Сегодня я самый продуктивный штрих и делаю по 3-5 треков, а в следующие полгода я не выпускаю ничего, потому что у меня вдохновения нет и вообще теряйтесь со своими этими «а где?» новый трек. Нет, так не пойдет. Минус творчества в том, что в один момент ты устаешь, исписываешься. И новые идеи могут не посещать тебя месяцами, а то и годами. Но периодически у тебя будет возникать сильное желание творить. Хотя, скорее всего, если ты только в начале своего творческого пути, то тебе сейчас мои слова мало понятны. Слушаешь меня, наверное, и воодушевлен, и думаешь, как это может надоесть. Поверь, братуха, может. Все надоедает, и все приедается. Даже у самой красивой бабы есть мужик, который заявил с ее травить. Это нормально. Так вот, у тебя будут наплывы идеи, тебе обязательно нужно будет записывать каждую из них и воплощать их в жизнь. Наброски текстов, прикольные фотосессии, интересные лайвы, идеи для клипов, публикации и прочий порно-контент. И ты должен помнить, что не нужно перенасыщать с собой ленту своих слушателей. Пускай насытятся одним, проголодаются и получат от тебя следующую порцию контента. Помни, что если ты выложишь все, что у тебя есть, не оставив козырей в кармане, то со временем твой творческий кризис тебя догонит, и в этот момент ты либо исчезнешь с радаров своих слушателей, что чревато остаться ноунеймом, либо будешь продолжать дропать материал, потому что послушал дядю Дориана и в нужный момент сбавил обороты по его публикации, но не по его созданию. Итог. Музыка – это прежде всего способ самовыражения. У тебя внутри должно быть то, что ты хочешь рассказать этому миру. Если ты еще не научился правильно выражать свои мысли, то у тебя наверняка имеются сильные эмоции, которыми ты хочешь поделиться с этим миром. Мы должны прежде всего постоянно учиться и развиваться. Иначе популярными и дальше будут становиться только те, кто пытаются копировать западную культуру и воровать чужие идеи. А все эти записанные на диктофоны, штампованные треки, сведения за пять минут, попытки войти в игру из-за того, что ты чей-то фанат – это все такое. Хотя, конечно, нужно с чего-то начинать. Но, как показывает опыт, 95% всех начинающих музыкантов остаются на том же уровне развития, что и начинали. Даже спустя долгие годы. И, конечно, это происходит потому, что они отказываются улучшать свои навыки и довольствуются тем, что уже есть. Так что не будь как все, будь боевой единицей, иди к своей цели и развивайся. А главное, оставайтесь профессионалами своего дела и обязательно посмотрите вот это видео о том, что делать, если вас не устраивает собственный голос. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому